Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео «Что же есть вредно, нельзя, нежелательно, не стоит». В связи с тем, что я делал ролик на протесты тех, у кого я своими видео вытаскивал изо рта их любимую еду, и на просьбы адекватных людей, кто хотел разобраться, понять, а что же тогда действительно можно есть, коли то вредно, это вредно, вот это видео. Возникло предложение сделать видеоролик с темой «А что же тогда есть нельзя?» некую компиляцию, то есть то, что вредно объективно, неразумно, вот это видео. Которое вы сейчас смотрите, наконец-то я его сделал, подвел итоги и перечислил все эти продукты ссылками на видео, где я подробно поясняю, почему именно так, а не иначе. По сути, это сегодняшнее видео будет конспектом для вас и путеводителем для легкого поиска и просмотра моих нужных тематических видео. Несмотря на то, что я обо всем уже давно говорил и пояснял во многих своих видео, вот такого сборного, единого, удобного для напоминания себе и своим близким, такого видео еще не было. И вот я до него добрался и сейчас вы все это услышите. Кстати, основа диета многих зожников и особенно веганов это макароны, хлеб, бобы, картофель, салаты с помидорами. И все это очень плохо и здоровье это не прибавит, а люди считают это питание за здоровое, коли там нет мяса. Но это не так. Рекомендую это учесть. То есть, если грубо суммировать, а пойдем мы сейчас с вами от общего к частному, то, как я и говорил в своем видео, а что же тогда можно есть, нельзя есть всего-то навсего 4 категории продуктов. То есть, не так-то и много есть нельзя. Другой вопрос, что эту пищу люди считают за чуть ли не единственную, основную и главную, а все остальное за еду не считают. Итак, что это за 4 категории? Первая, это химия и канцерогенная еда. Скоро я все расшифрую. А вторая, третья и четвертая, по сути, это 3 группы продуктов, которые вызывают в организме воспалительные процессы со всеми вытекающими проблемами в виде болезни. Первая, это мясо и вообще все продукты животного происхождения, содержащие высокомолекулярные белки. Это мясо, молочные белки и прочие. Вторая здесь группа, это белки лектины. Это высокомолекулярные растительные белки, которые вызывают тоже воспалительные процессы. Об этом у меня было несколько видео на моем канале про томаты, картофель и про продукты нового света. Ну и третий здесь пункт, это сахара. То есть, глюкоза, фруктоза, это моносахариды, ну и дисахариды, такие как сахароза. В общем, все, что на вкус сладкое, если этого сладкого, конкретно сахаров, человек потребляет более 30 грамм в сутки. И так вот эти 3 группы продуктов, которые вызывают воспаление, вот в общем 4 пункта тех самых продуктов, которые есть очень нежелательные. И если убрать их из рациона своего питания, то здоровье будет при равных всех прочих факторах гораздо лучше. Ну а теперь подробнее. Вот то, что категорически есть нельзя. По-другому говоря, нежелательно. Если, конечно, вы хотите дольше прожить и быть здоровыми людьми при этом. Первое, это химические продукты и те, которых вообще нет в природе, просто не существует, которые создала химическая пищевая промышленность. Это различные печенья, крекеры, готовые завтраки, то, что долго хранится из-за химических консерваторов в них, фастфуд, все эти упаковки в супермаркетах с разрыхлителями, улучшителями, красителями, эмульгаторами, усилителями вкуса, которые добавляются производителями в эту и без того химию. Ну, чтобы хотелось людям не просто есть, а жрать. В общем, все, что продается в красивых пластиковых упаковках на полках в супермаркетах, это не еда. А как вы хотели? Сейчас, если что-то продается где-то, вовсе это не означает, что оно, это, безвредно. И как бы не хотелось отдельным, расслабленным, для самоуспокоения людям протестовать и плыть по течению прогресса, но от этого истина абсолютно никак не изменится. Второе, это ГМО. Выделю этот пункт отдельно. То есть та самая соя, кукуруза. А вообще смотрите, смотря в какой стране вы проживаете, что именно в этой стране разрешено для производства, продажи и переработки из ГМО составляющих. И еще очень важный момент. В какие сборные продукты добавляются те отдельные продукты и товары ГМО происхождения, которые, помещаясь в состав сложно сочиненной какого-то готового блюда, могут уже таковыми юридически не считаться, но по сути они будут есть, остаются генномодифицированными. То есть относим сюда все трансгенные продукты, чистые и комбинированные. Приведу такой пример, что комбикорма для кур и других многих животных, в состав их уже добавляется априори соевая мука или кукурузная. В Европе и Америке на 98 и более процентов все они ГМО, но продукт такой, комбикорм, не считается генномодифицированным, хотя, как говорится, бьют топорожи, а не по паспорту. Имейте это в виду. Есть такие юридические хитрости, вы должны их знать. Но только не надо говорить, ну тогда вообще ничего нельзя будет есть, все сейчас ГМО. Вранье это. Это вранье для расслабления. Если хотите, найдете спокойно без ГМО. А если дорого, другой протест, это дорого. Есть у людей такая любимая отмазка. Ну, у тех, кто ничего в своей жизни менять не хочет, а если хотите, реально, а не для праздного словца, да, и самообмана дешевого, тогда езжайте на землю из городов, переезжайте, какие проблемы, уходите с этой работы нынешней, найдете себе другую, или на себя будете работать в деревне, и выращивайте там сами продукты, будет вам все сразу и дешево, и экологичной отмазок таких не будет. Так так люди и делают многие. Вы будете не первой, этот путь уже пройден до вас, многими людьми, но заодно и дольше проживете, так как там, в деревне, не будет и такой СВЧ-нагрузки, загрязнений воздуха и прочих неблагоприятных условий проживания в экологическом плане. Ну а хотите, оставайтесь в городе, а если ваша жизнь со здоровьем для вас недорога, ешьте что хотите под дешевым предлогом и отмазкой, мол, все химия. Нет, не все. У нас, например, нет химии никакой, а натуральные только продукты на нашем сайте надгар.ру. Еще раз, не хотите, выращивайте сами. Кстати, про ГМО у меня выходило видео про некого Беловешкина, давно, несколько лет назад. Пункт номер три. Сахар и все сладкое на вкус. Внимание, не только химический сахар, да, но и натуральные сахара, содержащиеся в фруктах, ягодах. То есть, еще раз, есть, во-первых, мои видео, такие как инсулинорезистентность, что будет, если вы откажетесь от сладкого на 10 дней и так далее, ссылки будут в описании. Так вот, главное здесь правило, не более 30 грамм из всех продуктов, съедаемых человеком за сутки можно потреблять сахара чистого. Если выжать сахар из всех продуктов, но не более того, тогда начинает работать второй процесс по получению нашими клетками энергии, это китоз, со всеми своими прелестями, плюсами, бонусами к здоровью. Но об этом у меня много видео, в том числе вот это про кето-питание. И помните, что сахара – это очень сильный фактор, вызывающий различные воспаления в организме, инсулинорезистентность, диабет, проблемы с суставами и вообще со всем организмом в целом. Стоит лишь убрать сладкое из рациона питания, как быстро здоровье начинает поправляться. Четвертое – это канцерогены, выделю отдельно копченые, жареные и, разумеется, трансжиры. То есть маргарин и другие. Вообще часто на упаковках хитрецы пишут мелким шрифтом гидротированные продукты. Это то же самое, что маргарин, это то же самое, что трансжиры в целом. Так вот, эти канцерогены вызывают онкологию, точно на 100%, вопрос времени. И вот эти продукты потреблять категорически нельзя. Пятый пункт – белки лектины. Лектины – такая обширная группа растительных белков, правда высокомолекулярных, которые вызывают в организме различные воспаления. Самый известный из лектинов – это белок глютен, который у всех на слуху. Он содержится в зерновых. Но дело не только в нем, их более 100 белков, таких разных, других. И вот по сути три семейства, которые есть не стоит, либо с оговорками. Первое – это посленовые, я советую его исключить полностью. Это любимые многими помидоры, баклажаны, перец сладкий болгарский, чили и картошка. Ну, относятся туда физалис, годжи, в общем, посмотрите в интернете. Второе – это бобовые. Оставить можно чечевицу на пару, скажем, в скороварке лучше всего. Ну, можно еще горох, но только не сою. И желательно убрать фасоль. Из зерновых здесь можно оставить сорга, проса, пшено. Другие желательно исключить. Ну, и изделия из них, то есть каши, мюсли, крупы. Если хотите каши, вот пшеная каша, пожалуйста, так сказать. Но, по крайней мере, я хочу это сказать однозначно, тем людям все это исключить. У кого есть проблемы с кишечником, ну, разные проблемы. Например, Сибр – синдром избыточно-бактериального роста, синдром дырявого кишечника или перфорированного по-другому. Дисбактериозные различные состояния. У кого есть газы, несварение, вздутие. Категорически уберите, во-первых, сахара, да, которые с белками, кстати, вызывают брожение. И это основная проблема вот людей, у кого есть такие состояния. Уберите обязательно сою, все эти продукты из нее. Непременно уберите арахис и кишью. Помните, что это не орехи, а это бобовые. И там очень серьезно есть лектины, белки, которые вызывают воспалительные процессы. Плюс много вообще в целом высокомолекулярных белков. А в сочетании с сахарами это гарантированные дисбактериозные состояния. Если у вас сейчас какие-то недоумения, недопонимания и так далее, я по ссылочкам дам много видео для просмотра как раз вот по этим темам, чтобы вы все поняли. Шестой пункт. Мясо и высокомолекулярные белки молока, то есть казеин. Это все, что касается молока, то есть цельное молоко, творог, тем более сыр. По мере увеличения концентрации молочного белка, казеина в этих продуктах. За много лет у меня вышли десятки видео на эту тему, где я подробно, доказательно, все аргументированно пояснил. В крайнем случае, что можно из этих продуктов? Это сливочное масло, либо топленые, это яйца, если от кур они свободного выпаса, которые не кормились комбикормами, и не жили на птицефабриках. Категорически не стоит есть морскую рыбу, так как там много ртути и других проблем. Ну а про мясо и вообще высокомолекулярные белки, в целом про животные белки, я уже подробно говорил, но лишь дам вам 2-3 видео, которые полностью пояснят вам процессы. Что такое реакция антигена антитела? Как образуется кадаверин, патрицина и другие трупные яды и гнойные токсины в результате потребления мяса? Как происходит вообще процесс пищеварения белков? Какая роль тут желудка, 12-перстные кишки, ферментов поджелудочной железы, да, соответственно, и так далее? Вот какие мои видео. Первое, с таким ироничным названием, мясо надо есть. Второе, клыки и мясо. Ну и третье, пожалуй, раздельное питание. Вот тут вы все как раз поймете. Не поленитесь посмотреть эти видео. Седьмое, пару слов про напитки. Пейте, дорогие товарищи, только воду. Никакого кофе и чая. Кроме разве травяных сборов и Иван-чая. Это, да, другое дело. Вот, кстати, моя серия видео о травах. Никаких сладких химических газировок, разумеется, никогда в жизни не травите своих детей. Вода, вот главный и единственный естественный напиток. Ну а лучше всего водородная вода. Почему? Посмотрите хотя бы вот это мое видео, последнее. Подайте выходы на моем канале про эту тему, называется «Живая вода, водородная вода». Можете посмотреть, если захотите, еще не видели видео вот это мое про кофе. Какую воду надо пить и прочее. Восьмой пункт. Мука, макароны, хлеб. Лучше, конечно, вовсе это ничего не есть. Вообще вареные крахмалы – это клей, клейстер. Они вредны. Кроме разве что резистентных крахмалов специфических. Почему резистентные так они называются? Потому что они как бы невосприимчивые. То есть они не расщепляются организмом фактически, а используются в пищу нашей кишечной симбиотической микрофлорой. То есть эти крахмалы не распадаются до сахаров в организме в результате процесса пищеварения. Потому и резистентные. Это, например, и кстати, вот из них делается мука. Тех же зеленых бананов, плантанов, да? Фундучная мука, кунжутная, маниоковая, миндальная. Из плодов баубаба. Вот из такой муки безопасно печь, скажем, какие-то хлеббулочные изделия. Их есть, да? Если они, конечно, без сахара. Впрочем, я подробно перечислял это в моей лекции. А что же тогда есть? Ведь сегодня лекция о том, что нельзя есть. Потому что можно, не буду говорить. Но если уж и есть изделия из обычной муки, то по крайней мере действительно без глютена есть это с жирами, с длинными углеводами, но не со сладким, то есть не с короткими, не быстрыми углеводами. И не с белковой пищей. Если уж есть, то из пророщенного зерна печь хлеб. Кстати, про хлеб у меня тоже видео выходило. Посмотрите. Там все за и против, я поясняю. Все плюсы и минусы. Все-таки я отдельно выделю вареные крахмалы. Вот тот самый клейстер. Есть нежелательно. Но тут придется пояснить, потому что люди скажут, а есть ли какое-то исключение? Да, ведь крахмалы это что? Это картошка, рис, хлеб, булочные изделия, то есть всякие макароны. А разные макароны, они есть в принципе безвредные, но об этом как раз в моем видео. А что же тогда есть? Да, посмотрите. Что касается риса, я не советую есть рис никакой, ну а уж если есть и хочется, то только рис басмати, так как он содержит не простые, а именно резистентные крахмалы. Ссылки, где купить такой рис, будут под этим видео. Девятый пункт. Масла. Так вот не ешьте такие масла, не используйте их в пищу. Кукурузная, арахисовая, соевая, сафлоровая, рапсовая, виноградные косточки. Их категорически нет. Какие можно? В моем видео, а что же тогда можно есть? Ну и последний, десятый пункт, хотя в общем-то это не совсем еда, в привычном понимании слова, речь идет о воде. Так вот, у многих людей есть дефицит чистой воды. А дефицит такой очень вреден. Не пейте воду из бутылок пластиковых, там много различных опасных химических элементов. Не пейте воду из неизвестных источников. Из-под крана в городе тоже не пейте без предварительной фильтрации. Лучше всего использовать обратный осмос. Тогда да, можно. Ну и учтите, что я уже говорил в моем видео о водородной живой воде. Вот это видео. Ссылки на все видео по воде тоже будут под видео даны. И вот в завершении данного видео я вам перечислю еще некоторые очень важные акценты, нюансы. Категорически не используйте, выкиньте, никогда не покупайте свчепечи. Разумеется, из-за бедности почв микроэлементами необходимо потреблять биодобавки в виде концентратов тех или иных действующих веществ. Например, фукус, только в гелеобразной форме натив, а никакой другой, не сухой, конечно же. Сок пророска пшеницы, дикая спирулина, именно дикая, или хлорела. Смотрите мою лекцию в этой связи. Называется дисбактериоз. Первую половину. Глупости вроде «А всю жизнь ели, сто лет жили, ничего» не пройдут. Сто раз пояснял почему. Помимо питания, есть и другие проблемы негативного воздействия на организм, на здоровье, на долголетие. Вот про эти другие факторы воздействия на организм смотрите мое видео «Девять причин болезней». Хотя бы первую треть этого видео. ВЧ, СВЧ, источники излучения. Страшная беда современности. Гораздо опаснее неправильного питания. Смотрите мое хотя бы последнее видео по дате выхода на канале. Вот это видео об этой беде. Далее. Алкоголь, конечно же, как вы, наверное, понимаете, не есть продукт питания. Он вреден всегда в любых количествах из любых так называемых напитков. И помните, что говорила 113-летний врач-педиатр из США про воду? Вот прочтите отрывок из данного сюжета. О подготовке к новому питанию, если вы его захотите изменить, вы найдете в моей лекции «Очищение и голодание». Если нет противопоказаний и вы подготовитесь к этой первой фазе по изменению питания, то вначале пройдите антипаразитарную комплексную программу. Желательно после прохождения антипаразитарной программы, то есть на второй уже месяц, пройти дополнительный прием препарата из коры осины Эспенель. Про него видео непременно посмотрите. Вот оно. А также обязательно посмотрите мои видео, которые называются «Интервальное питание или интервальное голодание и почему нельзя есть после 16.00». Честно говоря, я поражаюсь тому, что многие считают, что есть ничего практически и нельзя, не остается. Мол, коль так, есть нечего. Как вы не понимаете, что то, что вы считаете или считали едой, поскольку привыкли именно к этой своей привычной еде, вернее, вас с детства к ней приучили, это всего лишь привычка, зависимость. И это очень маленький, на самом деле, ассортимент с видео, с моим списком, а что же тогда можно есть? Вы почувствуете огромную разницу. Вы потом подумаете и напишите себе список, «А что же есть тогда лично вам?» Из моего списка «А что же тогда можно есть?» А вот что нельзя есть, это всего лишь, ну, может быть, 20-30 основных продуктов, ну, еще 20-30 с оговорками, как это можно есть, ну, чтобы не навредить себе. Но остается гигантский список, и я вам его дал в своем видео «А что же тогда можно есть?» Что, собственно говоря, действительно есть можно. Другое дело, что сейчас люди, многие продукты из этого списка не едят вообще, потому и не рассматривают эти продукты питания как еду, тем более как основную и достаточную еду. Но от этого она, эта еда, вовсе не перестает быть таковой, как бы и кто бы не хотел во что-то верить, выдавая свою веру в привычное и вкусное за знание и за истину. И еще раз, по всем вопросам, я видео давно уже снимал, вы найдете все ответы в моих видео, а ссылки на них для вашего изучения я дам вот под этим видео. Пожалуйста, не ленитесь, это все очень серьезно, и от этого зависит и качество, и продолжительность вашей жизни. Ну, а теперь прошу вас послушать пару минут о моих других каналах, самый важный из которых номер 4. У меня есть еще три канала на ютубе, и все они тематические. На первом вы сейчас находитесь, просматривая это видео. Второй мой канал Жизнь на земле. Он о природном органическом земледелии, об экостроительстве и иных сферах гармоничной здоровой жизни человека на земле. Третий о наших продуктах питания и товарах для здоровья. Он создан для того, чтобы не перегружать первый канал рекламы моих товаров и продуктов и подробнее познакомить с ними желающих. И четвертый канал Совесть и подлость. Он, на мой взгляд, самый важный из всех моих каналов. В нем я буду публиковать мои видео о проблемах современного общества, тенденциях и явлениях, которые уничтожают в человеке совесть, честь, разум, разрушают семью, приводят к деградации во рождению человека и все общество в целом, и народа. Также я буду знакомить вас с интересными людьми и каналами, которые борются за светлое будущее наших детей и последующих поколений, за действительно настоящие человеческие, а не либеральные ценности. Я очень рекомендую вам смотреть видео на четвертом моем канале и пересылать ссылки на те видео своим знакомым и делиться ими в соцсетях, заливать мои видео на свои каналы, у кого они есть, распространять их для нашего общего с вами дела. Что ж, подписывайтесь на интересные вам мои каналы, но только в случае нажатия после подписки на уведомление вас о выходе новых видео на том или ином канале. Иначе смысла нет никакого подписываться. Просто для статистики. Ведь просто подписавшись, вы никак не узнаете о выходе на канале новых видео, если только специально или случайно не откроете данный канал. А вот как это делается правильно, посмотрите пошагово. Вы заходите на интересный вам канал. Вы видите вот эту кнопку подписаться. Нажмите на нее курсором левой кнопкой мышки и название изменится на слово сочетание вы подписаны. Но это не все. Справа от этой надписи вы увидите изображение колокольчика. Контур, изображающий колокольчик. Нажмите на него и откроются три варианта уведомления. Нажмите на слово все. Тогда изображение колокольчика изменится и он станет темным. И по его верхним краям появятся две черты, указывающие как бы на звон колокольчика. Теперь все верно. И только так можно быть уверенным, что обо всех видео, которые будут выходить на данном канале, вы на вашу электронную почту будете получать уведомления о выходе этих новых видео на канале. И вам останется только не полениться их посмотреть. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.